студентами ну вот и так он прожил несколько лет и в читании сразу от мат он пришел в девяносто третьем году я помню пришел в девяносто третьем году и а махананда гонялова говорил кто здесь гуру ну-ка повтори имя гуру и гуру дефу однажды спросил кто здесь гуру там что здесь что кто здесь на алтаре стоит ну расскажи я чарь махарского вот я до конца не понимаю что здесь стоит на алтаре ягод еще до конца не не врубился кто у вас там кто я знаю вас и этого мне достаточно оставайся через очень быстрое время чарь махараш принял промочили потому что он ведь я настолько мне он жил в бангладеш не семья было 150 человек они все жили в одном доме деревне несколько домов ну во-первых я привык к семейной жизни а во-вторых увидев вот эту всю бытовуху там там сестра там брат тут там братья да там джейн он такая семья ну как у нас есть как клан да вот рот скажем вот целая вот деревня это все семья родственники я ведь жизнь я понял что все никто из них не счастлив ну потому что все заняты какой-то бытовухой все вроде там такие на духовные люди но их образ жизни он таков что для них духовность это приоритет номер там на 5 или 10 но они там зарабатывают воспитывают детей он быть я понял что вот видя всех своих членов семьяк родные это всегда какой-то степени близкие люди я никто из них не счастлив тогда я понял что я должен идти искать самореализацию нашел преподавание потом пришел читание сразу от мат и как вот я знал отчаяния махаражи я знал что есть значит в читании сразу от матки кабинет где сидит вино потом уже отчаяния махаражи все что тебе нужно ты пришел сказал он тебе сделает там лампочки это надо машину вызвать там хорошо когда у нас программа там хорошо где будет краса то есть вот все за человек который полностью посвятился о служении гаэнди махаражи и вы говорите махаражи поехал 22 мировых турне принять этот гаэнди махаражи читается от матки не так много бывал в своей жизни но начале махаражи это человек который тянул весь всю эту организацию годами причем играть и да там никакого святая личность а как искренне слуга до последнего момента на нем висела все так качали махаражи это качали махаражи это качали махаражи и качали махаражи там может был юрист документация там все преданные все индусы все там служение снабжение все фестивали все праздники и поэтому ну как его квалификации можно говорить только то что то что он выдержал не выдержал бы никто из нас во первых никто из нас белых людей не может функционировать качестве служения с 4 утра до 12 ночи без выходных на протяжении 15 лет ну просто это вы даже не можете себе представить люди не могут представить а как они вообще откажутся на неделю от половых наслаждений это мысль их вообще там она нереальна а как раз вам еще скажет вы добровольно сядете в тюрьму с открытой дверью только вы в тюрьме будете не сидеть там не курить граф манте-кристо не на стенки рисовать а в тюрьме вас еще будут напрягать регулярно так по-доброму нас вода кончилась сейчас организую был такой момент как у одной из мата джер забила туалет ну там какими-то гигиеническими предметами начали махараш с говины махаража пробивали с говины махаража объяснил ему как показала отели махаража ну вот то есть вот на таком уровне человек он до такой степени он себя как бы но отдал служение своему учителю и ну при этом ну как понятно да вот как бы поэтому кто-то может сказать ну это незначительный человек там как вот вот но что он что он знает но нужно понять что этот уровень самопожертвования он компенсирует все писали это же не вопрос знания были другие лучше кто поют чем мачали махараж лучше кто играет то то красивее проповеду но говина махараж он не посчитал что это квалификация он посчитал что квалификация это преданность самоотверженность и фактически а чарим махараж он реализовал все задумки говинда махаража говинда кунт вот этот храм вот шидар махараж сказал там я хочу славу говинда кунды ведь все а чарим махаража помню работает насосы выкачивается вода а чарим махараж ты чё делаешь он сейчас строго говинда кунт там тысячи индусов там работники радости такой человек который состоянии 24 часа служить конечно ему помогали он не был один он всегда с махарандрис соприкасался очень очень динамичный человек потрясающей силы воли потрясающего терпения ну вот но то есть он испытал и вы даже не представите вот я гарантирую любой бы человек который ученик гуру дева если он прошел хотя бы вот неделю что он ушел навсегда исходишь я серьезно говорю его грунт с выгонял как там он грузов уехал а чарим хорошо перестроил в туалет грузов возвращать в аудио европейский туалет что там ты что ты сделал а чарим хорошо думал у него позвоночник через год он не сможет грузов ругал там вот он там а туалет перестроил там учета бенгальская разборка там ну вот а потом грузов говорит сушки мне доктор сказал что все поэтому очень хорошо на себя такие риски многие вещи как бы человек внутренние сильный и духовный человек он такой очень шактичный очень образованный и может быть конечно у него нет такого опыта как у гавильного хорошего с собой всех там все пронизывал вы знаете вот такой момент когда его утвердили ему сказали очень хорошо не переживайте на счет какой-то оппозиции кто они такие вы избранник груздева здесь вы все весь западный мир преклоняется перед вашим служением и после этого когда чарим хорошо понял что на самом деле он не один а его поддерживает весь мир он совершенно так он расслел очень очень покой рукав стал миротворенный спокойно поэтому я думаю что вот в процессе посещения ну так сказать наших центров мировых а потому что я веду кого на фестивале в индии на фестивале он как бы становится собой проявляется личность проповедника свою харизму духовную как любой человек он должен раскрыть эти качества я думаю что в ближайшие годы он раскроется как очень сильный проповедник то есть у него потенциал очень очень большой но при этом а чарим хорош например ну вчитание сразу от маски всегда было несколько человек которые имеют право говорить рудов к своим ахарадж иногда я потому что две причины 1 грудев он должен говорить о себе о своем величии да и гуру дефа говорит вот посмотрите что касаемо хорошо так закрутить кучу шлоп теологии так далее поэтому ну как грудел как учителю можно показать уровень свой да умство умничать нет учить него и так делать он так ребята вот мой младший ученик рассказывать тогда все понимают а раз вот ученик такой значит учитель такой я говорил часто потому что одну для гуру дела важно показать что видите да что вот обезьяны слоны и медведи поэтому что индус что-то будет вот есть как бы люди запада которые приняли эту культуру и так далее по тоже грунт его для него другой аспект да что вот есть другие личности и другие махараджи тоже поэтому грудев он всегда он очень тактично узнает как себя преподнести